Сам паспорт готовности курорта к осенне-зимнему периоду уже подписан. Документ получили все теплопринимающие объекты города. Это жилые дома, детские сады и школы. Кстати, учреждения образования и здравоохранения, обратившиеся в Теплоэнерго с просьбой досрочно включить отопление, его уже получают. Подготовка самого предприятия к зиме окончена заблаговременно. Проверка Ростехнадзора нарушений не выявила. В Сочи Теплоэнерго было выдано предписание Ростехнадзора общим объемом 126 пунктов. 78 из этих пунктов были обязательны к выполнению до 10 ноября 2015 года. В настоящий момент все 78 пунктов выполнены в полном объеме досрочно. Все сезонные котельные полностью укомплектованы штатом на 100% и запасами топлива. В Хозведении Теплоэнерго помимо 68 котельных еще три топливных участка. Плановый ремонт показал, что никаких сбоев в работе оборудования быть не может. Объекты готовы к работе как в осенне-зимний период 2015, так и 2016 года. А все жидкотопливные котельные, расположенные в основном в Адлере и Красной Поляне, газифицированы. Что также будет способствовать более эффективной работе. Включить же отопление досрочно по обращениям граждан Сочи Теплоэнерго готова в течение суток. Много миллионные долги отмечает руководство предприятия. На начало отопительного сезона никак не повлияют. К тому же они снижены на 50%. С определенными контрагентами подписаны графики погашения задолженности. По газу задолженность тоже оплачивается, рост ее не происходит. Долги были значительно больше у предприятия. И за последние полтора года они существенно снижены. Своими силами за счет более экономичного введения технологического процесса, снижения расхода топлива, снижения расхода воды. То есть, соответственно, мы имеем возможность меньше платить своим поставщикам. Напомним, по графику тепло в Дома сочинцев поступит 15 ноября. Галина Моисеева, Инга Габешия, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.